Научно-технологический парк работает в городе над Бугом не так давно, порядка шести лет. Но за этот период акционерное общество успело обзавестись комфортной офисно-производственной площадью на Пионерской и существенно увеличить количество членов дружной семьи резидентов. Сегодня около 30 предприятий, связанные с технопарком, надёжно, взаимовыгодно и вероятнее всего надолго. У нас сейчас на сегодняшний день более 30 предприятий-резидентов. Предприятия разные, которые, допустим, имеют уже опыт ведения бизнеса и рискуют в инновационной деятельности, стоят немножко твёрдым на ногах. Есть предприятия, которые совсем молодые, которые не знают многих законодательных моментов, финансовых возможностей. И тем, может быть, и мы компетентны и полезны, когда готовы им эти компетенции оказать, и финансовые ресурсы подсказать, и площадку предоставить с ресурсами инфраструктурными. Новые резиденты, как и те, кто уже работает на полях технопарка, создают инновационный продукт или оказывают услуги с помощью самых современных технологий. Предприятия разного направления занимаются инновационной деятельностью в разных отраслях экономики. Это и медицина, это и в сельском хозяйстве есть интересные проекты, приходят с проектами интересными в технопарк. Но, скажу честно, если так по статистике, то примерно 40% резидентов – это в области IT. То есть, это программные продукты, какие-то автоматизированные решения, процессы предлагают, и в этой области они занимаются. В технопарке не устают напоминать. Если у вас есть хорошая новаторская идея, и вы хотите ее реализовать, стать резидентом легко, нужно обратиться в организацию и оформить пакет документов. На их основании – на заседании советов, которые входят работники самого парка, технического университета, промышленности и органов власти, и будет принято решение. Подробную информацию можно найти на сайте Закрытого акционерного общества «Брестский научно-технологический парк».